всем привет с вами кекс и сегодня я хочу поделиться своим опытом о приготовлении зефира как оказалось все довольно просто я даже думала что намного сложнее мне что-то казалось я до этого раза два его делала с простым обычным миксером и мне казалось что немножко больше заморачивалась но сейчас все мне показалось намного проще может потому что уже несколько раз делала не знаю для начала нам нужно использовать яблочное пюре то есть самый настоящий зефир который по госту туда обязательно в составе идет яблочное пюре то есть этого будет самый самый полезный зефир который вы наверное кушали я вам дам два рецепта один который идет стандартный по госту и тот который использовала я единственное у меня там был один недочет о котором я вам скажу чтобы я хотела поменять уже впоследствии не вот папа принес кучу домашних яблочек но они уже не требен так сказать поэтому пришлось много опрезать и кожура у них уже жесткая в конце сезона и я их поставила запекаться в микроволновку можно в духовке я буду использовать агар-агар на нем написано 1200 чтобы это не значило понятия не имею я использую всего лишь две чайные ложки и еще возьму чуть-чуть и в этом моя ошибка нужно было взять на ту пропорцию которую я взяла хотя бы три ложки то есть я чуть-чуть сэкономила и зефир у меня получился совсем нежный яблочки кстати у меня запекаются в микроволновке по времени я где-то поставила по минуте на каждое целое яблоко которое я положила яблочное пюре на самом деле нужно немного поэтому там половина яблок у меня просто просто так скушается а не пойдет наш зефир агар-агар нужно замочить водички то есть который мы потом будем греть он не набухнет как желатин но все же советует его замочить я буду еще использовать смородину у меня замороженная взяла грамм 50 ее тоже ставлю на минутку в микроволновку чтобы она у меня прошла термообработку яблоки я конечно поставила целой кучи и у меня в серединке такие немножко жестковатые яблочки но как раз я их оставлю потом они мне просто скушаются потому что их оказалось очень много вот моя смородина уже закипела на микроволновке я ее отставляю нам нужно взять яблочное пюре яблочное пюре можно сделать двумя способами я раньше делала просто перетирала через сито то есть переворачивала яблочко и терла его об сито и у меня оставлялась оставлялась кожура девочки на формах пишут что вот так вот ложкой ложкой но если честно мне тот способ понравился больше просто уже на данный момент не захотелось пачкать еще и сито потому что проблема в том что яблоки очень горячим то есть работаем и все сразу то есть у нас приготовление всего вот этого у меня заняло может минут 15 вот не больше поэтому это очень быстро там единственное зефира нужно будет отстояться ну в общем нам нужно яблочное пюре которое мы выгребаем с наших яблочек яблочное пюре нам нужно однородное поэтому мы его или перетираем через сито или как я вот буду делать это в блендере теперь же у меня есть блендер так что я крут и я буду пользоваться ним вот мое пюре и сейчас вот вы видите у меня по оставались яблочки мне нужно добавить сюда же и мою смородину смородину мы добавляем без сока то есть сами ягоды без сока который пустили чтобы у нас не было много воды и не было жидкая у нас наша масса в конце я решила делать со смородиной чтобы было что-то поинтереснее то есть не просто белый зефир а именно такой с интересным привкусом то есть чтобы получился не такой как всегда собственно вот я делаю свое пюре удобная вещь блендер две секунды дела и горячее пюре у тебя уже готово это горячее пюре нам нужно сразу высыпать в чашу миксера или комбайна как в моем случае и добавить туда часть сахара которое у нас вы видели в рецепте я разбила на две части отдельную часть которая у нас идет с яблоками и отдельную часть которая у нас будет вариться с агаром то есть сироп поэтому сахар разбит на две части я уменьшила количество сахара то есть мне кажется через чуть приторно и вам кстати советую вот агар использовать как положено а вот сахара уменьшить но мне кажется но очень много будет положить почти 700 грамм в общем сахара такое количество пирожных то есть но это бред ну пожалуйста если вам нравится сладко делайте все как по густу как положено но я буду отвешивать по 200 грамм сахара и в яблоки и в свой агар то есть я буду использовать всего 400 грамм я отвесила сюда мои яблочки сахарок нужно его перемешать яблоки теплые сахар начнет расходиться то есть здесь без проблем в это время у нас набухает агар чтобы как бы не думали что у меня там что-то варится он просто набухает яблоко и мы перемешали отставляем в сторону теперь мне нужно отвесить сахар на агар агар я сейчас поставлю на маленький огонь но минус том что его нужно помешивать потому что агар он падает на дно он не такой как желатин и когда нагревается наша кастрюлька то он будет приставать ко дну поэтому его нужно постоянно помешивать вот видите я только поставила мой агар и на дне как белая такая пыльца масса уже довольно горячая потому что ее у меня совсем чуть-чуть и сразу я туда добавляю сахар когда вижу что под закипела сахар мы перемешиваем он у нас только должен полностью разойтись но здесь на самом деле очень далеко отходить отсюда вон не стоит стоит немножко помешивать периодически каждую минутку посматривайте потому что когда масса закипит она у нас начнет пениться поэтому далеко не уходите но в это же время очень хорошо если у вас будет помощник или такой как у меня в качестве кухонной машины или просто кто-то поможет хотя раньше я делала как-то сама не знаю как во всех рецептах почему-то пишут разделить белок на две половины белок берем одного яйца и просто мы половину белка добавляем сразу в наше яблочное пюре и начинаем взбивать а половину добавляем чуть-чуть попозже то есть я не знаю с чем именно это связано то есть ну решила сделать так и положено я добавила половину белка и чтобы все таки в моей массы не было приторно я решила еще добавить ну совсем капельку вам буквально пару зерна сок лимонной кислоты можно добавить чуть-чуть лимонного сока не вопрос кстати можно вместо смородины использовать банановое пюре можно использовать апресиновое но без сока а именно пюре как бы саму мякоть то есть пожалуйста вот вы видите с половиной белка наша масса начинает светлеть значительно вот чувствуется была она такая прям красная красная и тут начинает она светлеть то есть на самом деле очень красиво и очень ароматно пахнет в это время вот у меня закипел мой агар-агар после того как он начал вот так вот пениться нужно его проварить приблизительно еще где-то минуту у кого есть градусник тому повезло у меня он есть мне было уже некогда его доставать то есть нам нужно добиться температуры 110 градусов но я так ориентировалась когда масса с сахаром закипела то есть начала именно так обильно пениться я еще поварила где-то минутку и он начала уже работать со своим со своей общей массой пока у нас вот агар вот такой кипит взбивается здесь половиной белка наша масса а я кстати забыла наверное показать что я добавила вторую половину и поставлена большую скорость простите и здесь вот я уже начинаю вливать агар-агар быстренько тонкой струйкой как раз у нас здесь проходят термообработку наши белки то есть по поводу сальмонеллы не беспокойтесь и я взбиваю здесь я кстати и поняла что я положила мало агаром то есть в моя масса не стала так быстро прям схватывается но я решила взбивать чуть чуть подольше ровно до того момента чтобы у нас наши смеси вот от венчика хорошие такие борозды оставались чтобы я потом если буду отсаживать с кондитерского мешка со звездочкой насадкой чтобы такие вот у меня прям борозды оставались на моих на моих вкусных пироженка вот посмотрите какая сейчас масса сейчас я покажу но если у вас будет нормальное количество агара вам наверное буквально минутку и вам хватит взбивать то есть у вас должно схватиться сразу и ну если у вас или мало агара вышло или вот так как у меня или у вас просто не очень качественный агар то попробуйте побить подольше так как я потому что у меня масса еще жидковато для того чтобы отсаживать ее с мешка смотрите вот еще буквально минутку я побила и уже масса держится у меня на венчике и вот так вот остается стоять то есть уже все можно здесь времени пропускать нельзя здесь нужно работать очень быстро потому что агарами схватывается при температуре 40 градусов и потом просто будут такие некрасивые у вас борозды и вообще то есть работать нужно довольно быстро а массы получается много на это количество вроде продуктов не так много а массы много получается на легкая воздушная и очень вкусная поэтому работаем очень-очень быстро я взяла свою широкую доску на которой тесто обычно раскатываю и накрылой пленкой можно пергаментом можно фольгой без разницы что-нибудь такое и быстренько отсаживаем наши пироженочки я просто делаю такие завиточки можно сделать их любой формы как вам нравится желательно делать их только одинакового размера потому что мы потом будем склеивать половинками и чтобы они у нас плюс-минус состыковывались потом вы видите они хорошо стоят то есть никуда они не плывут у меня очень очень хорошо с ними работать на самом деле у меня муж большой любитель таких очень вкусных штучек воздушных поэтому я их делала до этого раза два и вот решила сделать третий раз ну решила делать не такими сладким потому что сладким не очень уже вкусно у меня из этого количества вы видите получилось целая куча то есть на самом деле ну очень много их вышло единственное что здесь я присыпаю сахарной пудрой сверху этого можно не делать мне показалось что будет липковатый слой и я захотела присыпать сахарной пудрой но девочки пишут что это совершенно не обязательно потому что мне потом пришлось эту сахарную пудру сметать ну на всякий случай можете присыпать после этого у нас наступает самый страшный момент нам нужно будет чтобы все это добро постояло минимум 12 часов на лучше сутки для того чтобы она покрылась естественной корочкой которая держит все вместе то есть это так должно быть и так положено но на самом деле у меня они никогда не доживали до того момента когда нужно уже будет и скреплять доживал ли в лучшем случае половина или меньше они съедались еще в процессе сушки у меня вот они уже такие чувствую плотненькие но не то чтобы плотненькие они мягкие легкие внутри но уже я чувствую что как бы они не водичка вот вы видите вышла целая куча то есть я потом соединю будет их много а я-то взяла как бы совершенно чуть-чуть продукта то есть это совершенно недорого и вы можете использовать это для кинди баров и всего остального вы видите у меня не совсем дожила вся моя партия чуть-чуть ушло уже просто скрепляем наши две половинки и я кисточкой вот сметаю лишнюю сахарную пудру чтобы она мне не цеплял половинки у нас хорошо отстают от пленки и нижняя часть у нас липкая сверху они уже подсохли простояли они у меня здесь где-то часов 15 то есть я их делала после обеда предыдущего дня и вот утром начала уже собирать следующее потому что поняла что не будет вам что показывать если я сейчас еще они у меня полежат пару часов они склеиваются абсолютно хорошо без проблем и держатся кучки то есть все классно все как положено и вот такой отличный зефир у нас получается очень вкусный очень натуральный главное полезный агар по себе сам полезный потому что он из водорослей яблоки полезные яйцо на стемперированное то есть ничего ну смородина ну все класс у нас здесь одни полезности так что это можно и детям пожалуйста вы видите вот куча моего зефира что у меня осталось он внутри очень нежный мягкий и воздушный посмотрите сами при разломе он такой вот прям приятный приятный если что непонятно спрашивайте в комментариях подписывайтесь на мой канал на мою группу в новую вконтакте буду очень рада вашим отзывам а с вами был кекс до новых встреч пока пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...